Всем привет! С вами Полинка Кирилл, тренер тренажерного зала «Живая сталь». Сегодня мы рассмотрим такой продукт, как протеин. Добавка номер один – спортивного питания, как для набора мышечной массы, так и для сжигания жира. Идеально подходит. Итак, вначале я расскажу, что протеин – это то, из чего строятся наши мышцы. То есть, чтобы набирать мышечную массу, нам необходимо получать достаточно количество протеина. Или же белка. Или для сжигания жира, чтобы не терять мышцы, мы также принимаем оптимальное количество белка в день. Белок и протеин – это у нас одно и то же, с разных языков, по-разному. Протеин состоит из аминокислот, то есть это маленькие кирпичики, из которых уже строятся мышцы. Протеины у нас бывают разные. Бывают сывороточные, бывает смесь разных протеинов, это у нас тут яичный, сывороточный, казеиновый. То есть, это разные виды белка, которые по-разному, по-разной степени усваиваются, усваиваются по-разной скорости. И имеют разный аминокислотный состав. Есть именно медленный протеин, казеиновый, здесь у нас его нет. Его обычно принимают перед сном, чтобы в течение сна получать достаточное количество аминокислот в течение сна. Чтобы организм не разрушался в течение ночного катаболизма. Также у нас есть разные виды очистки протеина. Это концентрат самый обычный, это изолят, который уже более очищен, в котором меньше жиров, меньше углеводов. И гидролизат, в котором практически нет углеводов и жиров. Самый, конечно же, лучший это гидролизат. И он самый дорогой по цене будет выходить. Самый простой это концентрат. Можете с него попробовать начать прием протеина. Оптимальное количество протеина в день это 1-2 порции в основном после тренировки, либо же между приемами пищи. Применяю протеин для того, чтобы пополнить необходимую потребность белка в рационе. То есть это идет как добавка к вашему основному рационе питания. В общем, пробуйте. Очень хорошая добавка номер один для всех спортсменов, которые занимаются любым видом спорта. Всем удачи и пока! Подписывайтесь на мой канал! Продолжение следует...